Вот она, как его закрыли. Вот, смотрите, что бежит здесь. Вот, вот. Вот она, по бокам как все накапливается. Вот, смотрите. Сначала была радиация, теперь отходы с птицефабрики. Река теча в центре нового эко-скандала. Южноуральцы подозревают местное предприятие в сливе отходов в водоем. Видео с народным расследованием жители выложили в сеть. В птицефабрике с трубы бежит вода. Грязная, мутная вся. Вон, с перьями. Вот они, перья плавают. Везде. На кадрах видно, как через точную трубу в течу попадают отходы с перьями. Вокруг ужасный запах и много мух. Летом окна открыть невозможно. Не только от мух. Ну, мух это другой, сейчас уже вопрос. От запаха. Как ветер с севера, с северо-запада ветер дунет, с реки несет этот запах вонючий. Невозможно. Насекомые отравляют жизнь южноуральцам уже не первый год. Летом жители села практически не открывают окна. А чтобы избавиться от насекомых, селяне закупают огромные партии дихлофоса. Это я почистила. Одного карпа. Пипец. Пипец. После жалоб специалисты местной администрации выезжали на фабрику с проверкой. Но нарушений не нашли. На самой птицефабрике тоже уверены. Люди раздувают из мухи слона. Выгоднее платить мизерные штрафы, чем, так скажем, устанавливать эти фильтра. Возможно, фильтра дорогие. Я не знаю, что там. Но тут же видно, что не фильтруется ничего. Тут вонь такая стоит. Решить проблему на местном уровне не получается. Поэтому селяне написали коллективное обращение к губернатору и в Министерство экологии. Чиновники ответили. Река Теча давно выведена из оборота рыбного хозяйства и не является питьевым источником. Поэтому к водоему невозможно применить уже прописанные нормативы. Там есть эксплуатирующая организация по чистым сооружениям ООО «Эрида». Неоднократно выявлялись нарушения в сбрасывании неочищенных именно стоков в водные объекты, о нерабочем состоянии этих очистных сооружений. Министерство экологии неоднократно привлекало к ответственности данное юридическое лицо. Министерство экологии неоднократно привлекало данную организацию к ответственности. Сейчас чиновники в очередной раз составили протокол и отправили его в суд. Бизнесмены должны устранить все нарушения и модернизировать работу очистных сооружений. Но это только на словах. На деле возле реки по-прежнему стоит запах, а в поселке полчища мух. Ренат Баяков, Юлия Юдинцева, Роман Паротиков, 31 канал.